Снова добрый день. В прямом эфире программа Вести Ульяновск. В студии Ксения Грищенко. И вот главные темы нашего выпуска. Обстрелял из самодельного оружия семью в Кендяковке. От полученного ранения потерпевший скончался. Злоумышленник произвел выстрел в сына потерпевшего. Однако ему удалось спрятаться за входной дверью. Все обстоятельства преступления сейчас выясняют в Следственном комитете. Готовят молодых врачей в попытках ликвидировать кадровый голод. Я вам честно говорю. Также в нашем центре работает замечательный коллектив, который встретил меня очень дружелюбно. О ситуации на примере работы Центра женского здоровья Эдуард Истомин. Дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя. Мы занимаемся развитием школьников, собираем самых активных детей, которые хотят чем-то заниматься, развивать школу. Что представляет из себя российское движение школьников и кто из нашего региона в нем участвует, узнаем скоро. В Ульяновской области наводят порядок в здравоохранении. Делается это в рамках нового социального курса. Его под слоганом «Достаток, забота, порядок» объявил губернатор Сергей Морозов. Одно из направлений – подготовка молодых врачей. Так планируют ликвидировать кадровый голод. Об этом следующий материал. В Центре женского здоровья ведут прием будущих мам. Анна Петрова готовится к третьим родам. Сегодня она на очередном осмотре. Молодой акушер-гинеколог Альфея Аракипова интересуется самочувствием беременной, а затем дает нужные рекомендации. Мой врач был в отпуске, и меня записали к молодому специалисту. В очереди сидела недолго, зашла, меня посмотрели, все анализы проверили. Я осталась довольна этим специалистом. Акушера-отпускника заменила Альфея Аракипова. Молодой врач недавно закончила ординатуру. У нее была альтернатива устроиться в другие места. Но перспективный доктор выбрал центр на Рябиково-96. Здесь есть наставничество. Работать здесь одно удовольствие, я вам честно говорю. Также в нашем центре работает замечательный коллектив, который встретил меня очень дружелюбно. По любому вопросу они до сих пор подсказывают, помогают. Альфея помогла частично закрыть проблему кадрового голода. Благодаря ей будущие мамы не останутся без внимания. На данный момент в четвертой поликлинике устраняют дефицит других врачей. Ставку делают на тех, кто учится в ординатуре. За эти два года, пока они учатся, сделать так, создать им такие условия, чтобы они после окончания ординатуры остались у нас работать. Потому что у нас не хватает в основном, конечно, врачей и узких специальностей. Причины нехватки разные. Но иногда штатный недокомплект случается по уважительной причине. Хотя медицинское начальство это только приветствует. Ну, конечно, очень хорошо. У нас они уходят в декретный отпуск. Мы тоже очень рады, потому что одна из проблем – это повышение демографической ситуации. Несмотря на это, в этом году поликлиника пополнилась девятью новыми специалистами. Это семь врачей и два медика. А это значит, мы уже в плюсе. Оптимистично шутят в учреждении. Эдуард Истомин, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. В Ульяновской области продолжается реализация местных инициатив. Речь о проектах, разработанных жителями муниципалитетов. С 2015 года реализовано уже 255 предложений. Среди них ремонт дорог, спортивных объектов и домов культуры, благоустройство скверов и организация водоснабжения. Накануне губернатор пообщался с жителями Инзинского района, где успешно реализованы уже 11 проектов. Например, в селе Оськино отремонтировали дом культуры. В здании укреплена несущая стена, проведен косметический ремонт и установлена детская площадка. В планах сделать на территории учреждение и зону для спорта. Жители очень в восторге, рады, что восстановили их клуб. С удовольствием будут ходить. Сейчас у нас уже набраны группы. Это гитара, это вокал, это кухонный театр и прикладное искусство. А жители села Чамзинка благоустроили сквер, заасфальтировали дорожки, разбили клумбы, установили качели. Отдали дань уважения своему земляку, герою Советского Союза Ивану Хуртину. Глава региона поддержал решение и предложил развить патриотическую тему. Ведь следующий год станет годом памяти. Здесь будут установлены специальные такие объекты. Я не знаю, там стенды, не стенды, это уже там, что называется, каждый зал должен будет поделиться. Чтобы основные веки, допустим, Великой Отечественной войны, основные даты Великой Отечественной, чтобы маршалы победы были, чтобы вклад Ульяновской области был понятен, чтобы вклад села вашего был понятен. Сейчас благоустраивают парк и в селе Глотовка. А в Коржевке ремонтируют кровлю пожарного депо. Также Индзинский район предложил проект «Сохраним тепло в родной школе». Поэтому в Чамзинской и Средней школе заменены оконные блоки. Жители региона продолжают заключать социальные контракты. Финансовую помощь от государства люди вкладывают в развитие личного подсобного хозяйства, животноводства и птицеводства. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Димитровград, куда вкладываются жители этого города. Узнаем прямо сейчас. Поговорка «в тесноте да не в обиде». К семье Левченко применимо как нельзя кстати. На их трех сотках – жилой дом, баня, цветник, огород и загон для кур. Смотрится компактно и органично. Но совсем скоро здесь станет еще уютнее. Глава семьи возводит новый сарай. Все уж. Последний, предпоследний ряд идет. Последний ряд и крыша. Надеюсь, в течение месяца уже закончим. Торжественное новоселье домашние птицы ожидают в старом загоне. И от клеток почти не отходят. Любопытные несушки с интересом наблюдает за своим будущим домом. Решение заключить соцконтракт далось легко. После рождения третьего ребенка семья решила подсобное хозяйство укреплять и развивать. В июне подали заявку. Спустя месяц уже распоряжались деньгами. Выгоды очевидны. Старый сарай, он холодный. То есть там щели, дыры с рук. А этот сарай уже будет теплый. Сотрудники соцзащиты регулярно приходят в гости. Дать нужные советы и посмотреть, идут ли государственные деньги впрок. По их словам, жители Димитровграда социальные контракты заключают все охотнее. Люди вышли на самообеспечение и получают дополнительную прибыль. То есть они уже сами себя обеспечили. Поэтому повторно у нас пока обращений не было. То есть люди выходят из своей трудной жизненной ситуации. И строят тихое семейное счастье. Как Виталий Левченко, своими руками и буквально по кирпичику. Павел Гнатьев, Денис Миронов. Весть Ульяновск. Из Димитровграда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на семью в Ульяновске. Подробности в комментарии Евгения Славцова. Ночью 9 сентября подозреваемый возле квартиры дома по проспекту Гая выстрелил из самодельного пистолета 64-летнему мужчине в голову. От полученного ранения потерпевший скончался. Злоумышленник произвел выстрел в сына потерпевшего. Однако ему удалось спрятаться за входной дверью. Подозреваемый задержан. Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении него мира пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе допросов задержанный пояснил, что является дальним родственником потерпевших и пришел к ним обсуждать жилищный вопрос. Сотрудники госавтоинспекции, общественники и родительский патруль напоминают безопасность детей превыше всего. На ульяновских дорогах состоялся очередной этап акции «Внимание, дети!». Рейд прошел под говорящим названием «Юный пешеход». Инспекторы вручили школьникам световозвращатели и напомнили простые правила, которые должен знать каждый. Прежде чем перейти дорогу, нужно посмотреть налево, дойдя до середины дороги, посмотреть направо. Убедиться в безопасности перейти к пешеходным переходу. Дорожные полицейские пообщались и с водителями. Попросили быть внимательнее, осторожнее и не нарушать скоростной режим. В особенности рядом с образовательными учреждениями. Российское движение школьников в Ульяновской области набирает обороты. С 2018 года проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина. На базе платформы реализуется проект, цель которых – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя. РДШ – один из таких проектов. И активным его участником является гимназия номер 44. Ученица 7 класса 44 гимназии Виктория Алексеева берет интервью у участников школьного спортивного фестиваля, фотографирует и позже напишет заметку в местную школьную газету. Это очень интересно. Ты узнаешь новое о людях и дает тебе большой опыт в сфере журналиста. А если я хочу связать с этим дальнейшее будущее? Газета «Гардериан» существует уже 4 года. В ней гимназисты рассказывают о событиях школьной жизни, проявляют себя как журналисты и редакторы, и даже как СММ-специалисты, привлекая внимание к развитию школы через социальные платформы. «Гардериан» – это одна из первых газет, которые стали создаваться в школьном самоуправлении. У нас есть группа ВКонтакте, которой также занимается пресс-центром нашей школы. Это целая команда. Кто-то занимается фотографиями, кто-то пишет заметки. И все это систематически выкладывается туда. СМИ и информационно-медийная деятельность – это только одно из четырех направлений российского движения школьников, к которому подключилась 44-я гимназия. Помимо этого учащиеся реализуют себя в сфере военно-патриотического воспитания, саморазвития, а также гражданской активности. РДШ пришло не на пустое место. Уже 20 лет в гимназии существует система школьного самоуправления «Федеративная республика Гордорика». Мы занимаемся развитием школьников, собираем самых активных детей, которые хотят чем-то заниматься, развивать школу, развивать ее в различных направлениях – спортивных, каких-то творческих, интеллектуальных. То есть школьное самоуправление дает нам подоплеку на то, чтобы мы развивались в качестве организаторов, творцов и личности уже на будущее. Российское движение школьников уже реализуется в 206 образовательных организациях Ульяновской области. А подключение с прошлого года к платформе «Россия – страна возможностей» позволяет детям получать опыт на всероссийском уровне. В 2018 год только в 34 конкурсах участвовали, в 46 всероссийских акциях принимали участие наши школьники. Ну и, конечно же, на местном уровне ведется активная работа, более тысячи школьных мероприятий, 110 региональных мероприятий. В целом, наверное, за год охват составляет более 10 тысяч обучающихся. Только за прошлый год около 60 школьников побывали во всероссийских детских центрах, откуда привезли опыт и новые идеи для самореализации. Ирина Силкина, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Летучая мышь спасена. Тревожный сигнал на телефон 101 поступил с улицы Александра Невского. Звонивший мужчина сообщил, что в открытое окно залетела летучая мышь и забилась за кухонный гарнитур. На место прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы. Они аккуратно достали непрошенную гостью и вынесли из квартиры. Летучую мышь выпустили на волю. Животное не пострадало. И на этом выпуск программы «Вести» Ульяновск подошел к концу. А я прощаюсь с вами. И далее интерактивное шоу «Кто против». Ульяновск подошел к концу.